Праздник в то время, когда можно остановиться от археологических разведок, раскопок и немножко призадумывался на профессии, на тем, что мы делаем, на чем. И вообще, кто такой археолог? День археолога – это день кого? Ведь есть, например, специальность 007 археология. То есть человек, получивший историческое образование, может защитить кандидатскую диссертацию по теме археологии. Причем, ни разу не побывав археологической экспедиции. И такие случаи есть, такие археологи есть, такие специалисты есть, которые защищались по историографии, по истории науки археологии, по материалам других исследователей. То есть, они никогда в жизни не получали открытых листов на право археологических раскопок или разведок. Это не значит, что они никогда не были в поле, но они не вели самостоятельных полевых работ, не писали научных отчетов. Археологи ли? Есть другой случай. Есть специалисты, которые получают открытый лист, делают археологические разведки, выявляют новые памятники, раскапывают их, пишут научные отчеты, извлекают новые источники, делают открытия полевые, археологических памятников. Это очень важно. Археология молодая наука и в России она тоже, так скажем, не из древнейших наук, не как математика или геометрия. Но такие люди, такие специалисты крайне редко пишут научные статьи, публикуют эти материалы. В основном они хранятся как архивные источники. Археология есть другие специалисты, которые активно пишут, активно участвуют в раскопках, в своих собственных исследованиях, делают массу публикаций, массу интересных открытий, лекторий для людей. Но они не пишут кандидатских диссертаций, не имеют ученой степени. Это тоже археологи? А еще есть студенты, которых в день археологов посвящают археологи. Студенты-историки. Становятся ли они после этого археологами? Да нет, не всегда. Это такой, так скажем, интересный обряд инициации для студентов-историков, которые проходят в полевых условиях. Можно ли их называть полноценными археологами? Ну, не совсем. Скорее, это как октябрята. Ну, вернее, будет августята, если в смысле археологии. А есть еще такое понятие, как черный археолог. Мне оно не нравится. Это скорее грабители культурного наследия, археологического наследия. Но, тем не менее, такое понятие есть. Археологи ли они? Это люди, которые выкапывают археологические древности, разрушают памятники в личных корыстных интересах. Ну да, когда их называют черными археологами, остальные археологи, само собой, получаются белые. Ну, не всегда белые и пушистые, но тем не менее. Ева не называла черных копателей и грабителей археологами. Но такое понятие существует. Так вот, они археологи или нет? Те, кто выкапывает древности. Причем, бугровщики, так называемые, одна из таких древнейших, известных в истории специальностей. Люди, которые раскапывали, грабили курганы, могилы, бастовали предметы ценностей. Археологи ли они? Да нет, пожалуй, не археологи. Такие же черные копатели, в общем, люди с низкой социальной ответственностью, прямо так и скажем. Таким образом, на мой взгляд, выявляется нечто общее в археологическом сообществе, когда вот посмотришь на вещи. Археологическое сообщество, археологи – это люди, которые открывают прошлое и несут знания о прошлом широким массам, другим людям. Ведь в чем специфика археологии? Археолог по фрагментам керамического сосуда. В голове воспроизводит его полную форму. По умельчайшим деталям, как следователь, воссоздающий картину преступления, воссоздает картину прошлого. То есть это добавленная реальность, дополненная реальность, но дополненная историческая реальность. Да, звучит немножко близко фэнтези, да, мы не все знаем о прошлом, но тем не менее археолог – человек, способный оценить и дополнить историческую реальность. Но не просто ее проанализировать и дополнить, а еще донести это людям. То есть археолог, исходя из этой логики, это человек, который извлекает предметы прошлого, извлекает информацию, из этого воссоздает картину прошлого, картину древности и передает ее людям. Все-таки значительную часть археология составляет социальное значение. Археология относится к числу гуманитарных рук, несмотря на ее естественно научную форму, все приборы, измерения, эксперименты, которые проводятся археологией. Но тем не менее, важная часть в археологии – это социальная составляющая. То есть археологи трудятся для того, чтобы принести, создать новый информационный продукт, воссоздать информацию и донести ее до людей. Это важная составляющая археологии, на мой взгляд. С Днем Археолога, дорогие друзья! Успехов, здоровья, новых открытий, находок и увидимся на широком информационном пространстве, для научных конференций и других информационных интернет-эффективностях.